Медвеска Медвеска Очень помню, что на стеку запах крови как-то особенно сильный Так какие же они были, девчонки сорок первого, которые ходили на прот и боевали Медвеска 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 Последний мир людей Вечер мы на танк Нам больше 16 лет Я как сейчас помню, сорок первого года У нас последний школьный звонок Буквистной Вечер случился Какой ты будешь? У всех, ну ладно, чтоб в последний раз собрались вместе. А у меня был Пашин. Господом Пашин. Мы с ним кино хотели на последний сеанс. И он мне подарил свои стены. Не криви улыбку, будьте ребят. Я признаю, старый, как люблю тебя. Ты сама не знаешь, знаешь хорошо, Что тебя я вижу, что к тебе пришел. А проходил я мимо сердца всему. Просто захотелось посмотреть в окно. Дурека, это стихия Зелина. Пашина. Наташа, ошибленная и древожная, Слабо раскрытыми и испугленными глазами, Смотрела вокруг себя. Где бы она ни была, с кем и находилась, Она чувствовала на себе его взгляд. Я в новый раз причитывала эти строки романа, Представляла себя на первом балу. А как же и так же? Ведь я готовила стать артисткой. Что это за профессия? Артистка? Ну, не серьезно. А я все равно хотела стать артисткой, Как Орлова. И как раз рассвет. И каждый из нас загадал свое заветное желание. Приенятный день – Белосветание. Перетело с его накрытия. Думала мне, в этот день люди не признаются. А он пришел грустный и говорит – Вера! Война! Мы сразу из училища на фронт отправляемся. Субтитры создавал DimaTorzok В 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Мы летели на боях самолетов, десятки не знакомых самолетов, с крестами. Они накрыли небо, накрыли солнце, ужас, посыпались в полку, беспрерывно слышались взрывы, дресс, что происходило как во сне. Все с нами молились бомбы, на земле лежали столбы и провода, люди исполненные все бежали из своих домов, и из своих домов все бежали на улице. Дома горели черные толстые самолеты, они ходят низко над самой землей. Это война, это война, как я помню, помню, отдельно не помню. Самолеты летели и расстреливали нас в упор, люди падали на землю, песок, траву, закрой глаза, не смотри, просил меня отец. Я боялась смотреть и на небо, там было черно от самолетов, и на землю, везде лежали убитые. Близко прилетел самолет, а дед тоже упал и не поднялся. Война? Как война? У нас же мечты, планы, любовь. И тут, и разума война приняла решение. Только на фронт, только листов в руки, и побежала в военкомат. Взрослые плачуты, а мы нет, мы совсем не боялись. Мы уверяли друг друга, что не пройдет и месяц, как мы дадим отпорить у проклятых фашистов. И главное, что воевать будем на их территории. Это мы потом понимать стали, когда к нам первую похоронку пришли. И тогда мы тоже с девчонками решили пойти на прот. Нам пора воевать. Одно желание у всех, попасть на фронт. Страшно? Да, конечно, страшно. Но все равно пошли в военкомат. А нам говорят, подростите, девушки, вы же зеленые. А нам, в 16-17 лет, мы приходили снова и снова. Мы в доме взяла новое. Вот если бы у вас была бы какая-нибудь официальность, не чистая хотя бы, а мы воевать хотели. Я училась на дорогу кучей медицинского фунтета. Сразу подумала, раз война, значит, будет на фронт. Призыв, девушки и юноши, на самолетах. И я сразу дописала свою работу. Скоро, что она бы хорошо прыгала. Значит, и для меня пол связи. Никогда бы не пошла в связь и не согласилась. Потому что я не понимала, что это тоже воевать. Для нас война была там, где стреляют. Приказь, поздроиться. Сталин Бороз, я самая маленькая. Командир подходит ко мне и говорит. А это что за днем, мамочка? Что ты тут делать будешь? Может быть, вернешься к маме и подрастешь? А мамы у меня уже не было. Она погибла под бомбежкой. Разойдись по вагонам. Я просила вам. Я ее умоляла. Только не надо плакать. Это происходило не ночью. Но было уже темно. И стоял сплошной бой. Они не пахали. Наши мальчики, провожавшие к своих дочерей. Они были. Моя мама с ее, как хаклина. Она держалась. Она боялась, чтобы я не теревела. Мама прибежала к поиску. Моя мама была строгая. Она никогда нас не хвалила, не целовала. Если что-то хорошее, то она посмотрит в ладжево. И все. А тут прибежала. Схватила мою голову. И так смотрит в глаза. Смотрит. Долго. Я поняла, что больше не гадяю. Убежишь свою маму. Мама несколько дней сторожила на станции, когда нас повезут. Увидела, как пошли в составы. Передала мне пирог. Десятый есть. И упала в обморок. Разойтись по вагонам. Мы долго ехали в поезда. Вместе с нами посвящались в солдатах из госпиталей. Рассказывали нам о фронте. Мы сидели открыт вод, слушали. Говорили, что нас будут обстреливать. И мы сидим, ждем. Тогда же будет обстрел. Мы приедем и скажем, что уже обстрелили. Я приемного отсутствия. Вышли девчонки для того, чтобы воды набрать. Поглянулись яблоки. Один царь не в составы шли. И там одни девушки. Поют, может, со сведениями, пилотками. Стало понятно. Мужчин не хватает. Были гляния или глянув. Теперь мы без них. На станции в Жмелье мы попали по стражному бомбежу. Состав остановился. Мы побежали. Всю ночь присидели в лесу. А за старшим разъясло в щек. Два месяца нас взяли теплушками. Две тысячи девушек. Целый эшелон. Что мы видели, когда подъезжали к фронту? Разбитая станция. А по перрону на руках прыгают подростки. У них нет ни ног, ни пустелей. Сердце туп-туп. Для храбрых снегей. Много деревьев. Простит, Дарья, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег, Катюша. На высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила. Про стек новости заварла. Про того, которого любила. Про того, чьи письма перебла. Про того, которого любила. Про того, чьи письма перебла. Ой, ты песня, песенка девичья. Ты лети за ясным солнцем свет. И бойцу на дальней пограничной От Катюши передай привет. И бойцу на дальней пограничной От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую. Пусть услышит, как она поет. Пусть он в землю бережет родную. А любовь Катюша сбережет. Пусть он в землю бережет родную. А любовь Катюша сбережет. Уходили из города. Все уходили. В полдень 28 июня 1941 года Мы, студенты Смоленского пенинститута Тоже собрались во дворец пограничной. Спор был недолго. Вышли по старой своей дороге В направлении города Красного. Заблюдая осторожность, Двигались отдельными группами. К концу дня жара спала. Идти стало легче. Пошли быстрее. И оглядывались. Оглядываться, боялись. Остановились на привал. И только тогда взглянули на восток. Все небо было охвачено Бавровым заливом. С расстоянием 40 километров Стало понятно. Ни 10 домов и ни 100 горит. Горит весь Смоленск. Все остальное время Мы шли оборачивались. Казалось, что нам печет в спину. Всю ночь шить, не останавливаясь. А утром вышли на работу Рыть противотанковые рвы. 7 метров от весна и стена. 3 метра вглубь. Копаю. А лопата огнем горит. Песок кажется красным. Вспоминая наш дом. С цветами и сиренью. Велой сиренью. На фронте со своей частью Попало в окружение. Нормы питания. 2 сухаря в день. Хоронить убитых не хватало времени. Их просто засыпали песком. А лицо закрывали пилоткой. Если выживем, Сказал командир. Отправлю тебя в пил. Я не подумать не мог, Что женщина здесь 2 дней выдержит. Как представлю свою жену. А я расплакалась от орбиты. Мне было страшнее смерти В такое время сидеть в пилу. Умом и сердце я выдерживала. А вот физически. Физические нагрузки. Помню, как таскали орудия на себе. Погрязи. Особенно на Украине. Весной или после дождя. Земля. Она же как тесто. Даже вот выкопать в рабскую могилу. И похоронить товарищей. Не хватало сил. Даже это было тяжело. Уже не плакали. Чтобы плакать силы нужны. А нам просто спать хотелось. Я, гражданин Союза Советских и Социалистических Республик. Вступаю в ряды. Рабочий христианский красный адрес. Принимаю присягу. И торжественно приносить. Быть честным. Храбрым. Дисциплинированным. Длительным бойцом. Строго хранить военную и государственную тару. Без приказов не выполняйте все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Я клянусь, добросовестно изучать военные дела. Всемирно беречь военное и народное имущество. И до последнего дыхания быть прежним своему народу. Своей совет старым и рабочим христианскому правительству. Я всегда готова в публикацию рабочих христианского правительства вступить на защиту своей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин и рабочих христианской Красной Армии, Я клянусь, защищать все мужественно, умело, с достоинством и честью, Не щадя своей крови и самой жизни, Для достижения полной победы над врагами. Если по злому умыслу я на армию, что будет обраться на присяду, То пусть не опостигнет чуровая кара советского закона, Всеобщей ненависти и предыдения трудящихся. Самое страшное, первый бой. Ничего не знаешь, а небо в груди, земля в груди, Страшно, что сердце разорвется, Позже на тебе вот-вот в лобку. Не верила, что такое бывает, Все гремело, слышалось, я думала, не выдержу. Первый раз страшно, очень страшно, Мы залегли, я наблюдали, И вот замечательно, Ну не я, мне-то за ротом приподнялся, Я щелкнула, он упал, И меня всю задрясло, Стало плачать, Когда стреляла на решение, Ничего, а тут я убила, Я убила незнакомого мне человека. Котачьи пропашенные, Крут, человеческие бойцы кричат, Зверевые крики, Бой стоит, крик, стон, Закалывают друг друга, Душат за горло, Добивают талантку, Южный губ рот, Глад, сердце, живот, Шутка вообще делается. Никому не поверю, Если скажешь, что страшно не было, Вот немцы поднялись и идут, Еще пять, десять минуты атака, И тебе не снились, И тебя начинают везти, Это на первого выстрела, А там послышишь команду, Ничего не понимаешь, Если со всеми понимаешь, не бежишь, Тебе не страшно, А вот на второй день, Ты уже не спишь, Тебе страшно, Все вспоминаешь, Все подробности, И до твоего сознания доходит, Что тебя могли убить, Сразу после атаки, Лучше не смотреть на лица, Это совсем другие лица, Не такие, как у людей, Военнострашная, Но жизнь идет, И не только плакали, Но и смеялись, Так, Сколько было свежего, Пустава, дисциплина, Вся инфраструктура, Вся инфраструктура, Когда мы прибыли в армию, Еще более робики, Кубики, И вот сообрази, Кто нам позвали, Скажут, Они сегодня капитан, А как его различить? Пока идет, Даже слово капитан, И с головой выйти, Подхожу, Дяденька, А дяденька, А мне тут дяденька, А дадим вот это, Какой еще дяденька? А то, что всегда В геростерках ходят, В пескителя, Запомнилось не то, Что этот лейтенант, А тот капитан, Но запомнилось другое, Красивый или непрасивый, Рыжий или высокий, Рыжий или высокий, Рыжий или высокий, Рыжий или высокий, neе мясом, В Берегаевнушимся ноябре, И кое-каклама, Рыжий или высокий, А отмен Dual세 манки, А contradд perfekt че вас обманул вам. Для вас был в горизис. Перед informal че-каклувь, Параевнушился за поверили. Брейаевнушился за高 197, Постав cantidad de Legend ofanger осковыми, Постав teknlamaouter боро, иnas со лук температри. Поставь Liteи Субтитры создавал DimaTorzok